Анечка, а что такое интересное делаешь? Мы жарим сыр с халунами. Приходите пробовать. А расскажи про этот сыр чуть побольше. Этот сыр мы делали на прошлой неделе. Сыр специально изобретён для жарки. То есть он готовится на пониженном pH. То есть, или на повышенном, кому как понятнее. То есть он не должен быть слишком кислым, так скажем. Потому что там максимально низкая кислота должна быть. Для того, чтобы при жарке он не плавался. То есть его едят горячим? Да, едят горячим. А жарить без масла, с маслом? Без масла. Сыр сам выделит масло, которое необходимо. А температура жарки в большой огонь, средний? У меня максимум стоит. У кого какая печка, наверное. То есть это всё очень вкусно с кислыми джемами, насколько я правильно понимаю, да? Сыр обычно делается постным. Некоторые его даже не солят. Именно для того, чтобы вкус определил то, что вы добавите, так скажем. Ну то есть различные апельсиновые джемы, клюквенные, брусничные. Да, да. Это всё прям огонёк сюда, да? Да. Вот он у нас весь правильный. Он неплох. Угу. А срок хранения? Ну, обычно рекомендуют его съедать в течение пяти дней. После производства? Да. Ну вот наш продлежал уже. Мы его ловили прошлую пятницу. Нет, ну, позапрошлую пятницу. Но ведь в вакууме там можно до месяца, в принципе. В вакууме, да. В холодильнике. Его можно вообще в морозилку забросить, когда размораживаешь, и ему ничего не будет. То есть он вот чисто гонит, вот покажи, какой он такой. Да, да, да. То есть он лебёшка типа полмоцареллы, да? Да. Но моцареллу, наоборот, им кисноту догоняют на побольше, чтобы он тянулся как раз. Ну, можно сказать, что это противоположность моцарелле. Моцареллу нужно тянуть, этот сыр, он не тянется, он кипается, наоборот, в горячей воде и ждут, пока он всплывёт. А эта тарелочка, это не просто тарелочка. Эту тарелочку мы тоже сделали сами у себя здесь в столярной мастерской, если интересно. Всё верно. То есть вот такие вот рукодельные. Да-да-дам. Да-да-дам. Палец вверх, палец вверх, подписку, комментарии, если понравилось и любите халуми. Ну и просто приезжайте к нам за халуми и пробовать. И за хлебом ближе. И за хлебом, и за халуми. А по хлебу у нас сегодня что? Покажешь, расскажешь? По хлебу у нас что? На данный момент у нас северная стмина, пшеничные итальянские травы и пшеничный цельнозерновой. Килограммы и полкило, да? Да, полкилограммовая, это килограммовая. Ещё вот стоит на расстойке, ждёт своей очереди. 200 и соточка, да? Да. Всё, каждый свежий, ароматный. Всё. Да, прямо из духовки. Да, вот духовка. Всё. Пока-пока. Духовка точно есть, да? Точно есть. Мы вас не обманываем. Всё своё. Да.